Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы поговорим о том, что такое источник тока, что такое электродвижущая сила, замкнутая электрическая цепь, и узнаем закон ОМОД для полной цепи. Существуют силы, которые совершают работу по переносу зарядов против сил электрического поля, и такие силы называются сторонними, то есть заряд хочет двигаться в одну сторону, а против направления движения, против направления сил электрического поля действуют сторонние силы. И такие силы, они действуют в источнике тока, то есть источник тока это устройство, в котором действуют сторонние силы, например, это может быть обычная батарейка, нам хорошо знакомая, обозначается на схеме обычно вот так вот источник тока, у него есть полярность, положительная сторона и отрицательная. Соответственно, ток течет в обход по цепи от плюса к минусу. И у каждого источника тока есть такая характеристика как ЭДС, электродвиживающая сила, это физическая величина равная работе сторонних сил по перемещению пробного заряда внутри источника от его отрицательного поля к положительному, перенесенный на этот заряд. То есть от отрицательного к положительному нужно перенести заряд, чтобы потом ток от плюса к минусу в обход пошел. И, соответственно, ЭДС равно сторонним силам, деленным на заряд. И у каждого источника есть внутреннее сопротивление. Внутреннее сопротивление — это такое сопротивление участка цепи, который находится внутри источника. Внешнее сопротивление его еще по-другому называют нагрузкой. Это сопротивление резистора R, подключенного к источнику тока. То есть, например, вот на этой схеме у нас есть один резистор. И, кстати говоря, ЭДС измеряется в вольтах так же, как и напряжение. И поэтому, глядя на эту схему, можно сказать, что вот ЭДС, которая в этом источнике находится, она равна напряжению на этом резисторе. Потому что весь источник, вся его работа уходит на этот резистор. В случае, если у нас в цепи несколько источников, то общий ЭДС находится как сумма ЭДС каждого из источников с учетом знака. В данной схеме у первого источника здесь плюс, здесь минус. Дальше от плюса к минусу течет ток, и все нормально со знаком плюс. Дальше идет ЭДС1 и ЭДС2 не со знаком плюс, потому что они расположены от плюса к минусу. Но дальше от ЭДС2 к ЭДС3 у нас получается, что у них с одной стороны положительные знаки. Поэтому ЭДС3 имеет отрицательный знак из-за того, что должно быть наоборот. И закон ОМА в данном случае будет выглядеть как сумма всех этих ЭДС, деленная на сумму внутренних сопротивлений и плюс сопротивление нагрузки. В данном случае тут один резистор. И в случае, если у нас нагрузка стремится к нулю и остается только внутреннее сопротивление источника, то вся цепь стремится к короткому замыканию. Приобретает ток, приобретает значение, называемое ток короткого замыкания. Это максимальное значение тока. То есть у нас графика сила тока, это при увеличении сопротивления, получается, у нас ток уменьшается. Максимальное значение у нас при коротком замыкании, когда сопротивление нагрузки, которое на оси абцисс изображено, оно стремится к нулю. Сегодня мы с вами поговорили о том, что такое источник тока, электродвижущая сила, о законе ОМА для полной цепи. Спасибо вам за внимание и до встречи на следующем занятии.